Я приношу свои извинения, мы вчера по некоторым техническим причинам не увидели один интересный случай, который был в блоке вестибулопластики, просто фотография потерялась. Это когда мы с вами вчера разбирали, полное отсутствие прикрепленной десны, она у нас где-то вот язычная. Ну то есть ее там тоже нету, потому что там слизистая полость на полу цикла. Там где-то тоненькая полосочка была, за которую мы зацепились. Здесь немножко грустная у пациентки история, здесь множественные имплантации, пластики, наращивания костей, такой какой-то неудачный у нее сегмент этот архаический получился. Ну и в общем вот этот тяж ее очень сильно обеспокоил даже при разговоре. То есть вот ее жалобы и запрос был такой, что у меня все стягивает, даже асимметрия лица мышечная началась уже от того, что все время перетянуто все. Да, наша была задача, естественно, здесь создать прикрепленную десну, но и избавить ее постепенно, освободить. Потому что мышечно, если смотреть на нее в симметрию, было очень сильные лицевые знаменитые признаки, но поскольку мы по договорам не имеем право их лицо фотоферировать, мы всегда с ним договариваемся, что все только будет в полости рта, со слов. И мышечно была даже мастер-контрактура такая, ну выраженная у нее контрактура была. В общем, вот с такого клинического примера мы с ней начали работу. Могу сказать, что абсолютно адекватная пациентка, никаких психов, ничего, то есть все как бы четко по показаниям и с рекомендациями, она все молодец, большая. Ну вот, язычный, как получилось максимальный язычный разрез, два вертика, хапикальное смещение. Обратите внимание, вот эта часть гребня, она не полнослойная, там оставлены надкосницы с соединительной тканью, обязательно, да, потому что мы сейчас будем брать трансплантат и сюда фиксировать его свободный десневой трансплантат. Это лоскут, трансплантат, но тоже это все, что мы добыли, к сожалению. Пошире тоже мне бы хотелось хоть немножко как-то его вот, ну ничего. Зафиксировали его на гребень и максимальную мобилизацию я делала, эта зона у нас получается 44-45 зуба, я делала 46-47 туда вот даже увела немножко эти вертикальные разрезы, чтобы по мобильности расслабить немножко эту щенку и расслабить натяжение, убрать. Это ее снятие швов через 14 дней. И здесь уже мы видим, как вот эти тяжики, они становятся розовые. Из тех вот белых обцов, которыми она пришла, прикрепленная десна, виолярная у нас уже есть. Дальше здесь пациентка поступает в работу. Значит, как я, у меня есть вот несколько таких вот с такими тяжелыми контрактурами. Я назначаю Дарсенваль снаружи на эту зону, ну вот на эту часть получается, на мышцу и на угол весь нижний челюстя. Они, честно, мы вышли теперь из положения, поскольку в Санкт-Петербурге, я не знаю, как в других городах, большая проблема со стоматологической физиотерапией появилась. Раньше в каждой поликлинике был не один даже кабинет, физиотерапическое отделение у нас было всегда, в котором был грамотный врач-стоматолог-физиотерапевт, который знал, когда чего и куда назначить. И как делать? Теперь эти все кабинеты развалились. В общем, мы покупаем Дарсенваль косметический, простой какой-то, самый там за 2000 рублей. И они себе сами дома, вот каждый день это делают. Плюс здесь назначается обязательно имя гимнастика, чтобы они своим мощным языком разрабатывали вот эти вот рубцы и контрактура. И она большая молодец, я почему сразу говорила, что очень такая адекватная пациентка. Она настолько разработала, и она мне сама сказала, что у меня прошло полтора-два месяца, я чувствую, как у меня контрактура ушла, у меня свободно рот стал открываться. Вообще, как бы, еще нет ни зубов, ничего, но вот это качество жизни уже поменялось. Это еще раз уже взяли имеющиеся, да, прикрепленную десну, которую мы получили. Опять ее еще аппекально сместили сюда, установили два имплантата, недостающих ей здесь. И шили все на формирователях Дисней. И еще раз, еще сместили вот это все слизистую сюда. И вот ее уже результат вот такой спокойный. Вот это вот, то, что мы получили на гребне, оно теперь переехало сюда, а там растет еще одна, как бы, получается. Вот такая вот многократная, понятная реконструкция, непростая была, но за счет того, что все-таки очень адекватная сама по себе пациентка, готовая работать, все делать и стремящаяся к своему результату, вот ее случай, мне кажется, очень таким показательным. Метод-то все, все то же самое, аппекальное смещение, трансплантацию. Просто особенность, да, вот этих вот нюансов с зубами, одно с имплантатами, в зоне адентии немножко по-другому мы работаем. Так это тоже. А по поводу, почему я сказала по поводу физиотерапии, то есть очень многие работы, например, вот я наблюдаю ко мне с тяжелыми вот этими рубцами, пациенты поступают там с какими-то контрактурами, мышечными рубцами. Это всего можно было избежать в первичном, послеоперационном периоде, вот небольшими такими вспомогательными методами, такими простыми, тот же Торсенваль, не надо его никуда выбрасывать, он замечательно работает, вообще у всех, я еще ни одного пациента не вела, чтобы он не отработал. Там есть вот этот вот ток для лица, который, есть инструкция, все у меня разобрались, ни у кого вопросов это не вызывает. Ну вот, это то, что долг со вчера я отдала вам, теперь мы в своем числе, да, вернем ее в шестой полу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...